Гард сервис. Единственная в Беларуси частная военная компания ЧВК, которая начала заниматься строительным бизнесом. Эта организация имеет целый арсенал оружия, при этом охраняет в основном всего двух человек Виктора Шеймана и Алексея Алексина. За каждый факт, рассказанный нами об Алексине, Гард сервис будет терять по 1200 долларов, а их будет много. Очень много. В нашем распоряжении оказался целый массив документов, в результате чего и появилось наше сегодняшнее расследование. Мы расскажем вам практически все о Гард сервисе. Друзья, если для вас это безопасно, подписывайтесь на наши социальные сети, ставьте лайки и пишите комментарии. Ваша активность помогает продвижению видео. Первоначально Гард сервис именовался Белл Секьюрити Групп. Тогда единоличным собственником являлась Глобал Кастом Менеджмент, которым в тот период времени владели гражданка Беларуси Анна Пушкарева с долей в 60% и гражданка Украины Анна Хмелевская с долей в 40%. В январе 2020 года Белл Секьюрити Групп сменила название на Гард сервис, а в июне, прямо перед выборами, диктатор Лукашенко сделал ее первой в истории Беларуси частной охранной организацией с правом приобретения, хранения и применения служебного и гражданского оружия. Кто же эти две Анны, получившие столь эксклюзивные права? Как оказалось, они дамы совсем не случайные. Обе связаны с одной из самых зловещих фигур белорусской политики, ближайшим сподвижником узурпатора Виктором Шейманом. Об Анне Пушкаревой уже рассказывали наши друзья из Белорусского расследовательского центра. Однако мы напомним. Перед тем, как оказаться в эскорт-группе Лукашенко, Анна Пушкарева, девушка из простой семьи, проживала в Дзержинске, училась в Государственной Академии Искусств. В 2010 году зафиксирован ее полет вместе с диктатором и его окружением в 10-дневный тур по Швейцарии. Затем, в результате, скажем так, близкого знакомства с Виктором Шейманом, жизнь у Анны круто изменилась. В 2012 году, вскоре после совместного прилета из Абудаби, эта 22-летняя выпускница Академии Искусств стала обладательницей трехкомнатной квартиры площадью 122 квадратных метра в элитной новостройке города Минска, стоимостью порядка 240 тысяч долларов США. Затем у Анни появился недешевый кроссовер Toyota RAV4, земельный участок, примыкающий к участку Виктора Шеймана в Пуховичском районе, с особняком площадью 233 квадратных метра. Зацените, это чума! Ну как? Это ж другое дело! Кроме того, она стала номинальной совладелицей ряда коммерческих структур с многомиллионными оборотами, которые в последующие годы с такой же легкостью были переписаны на иных лиц из окружения Шеймана. В 2018 году Анна Пушкарева родила сына, Михаила, которому дала свою фамилию. Причем рожать она специально летала в Израиль. Отцом сына указала Пушкарева Виктора Владимировича. Мы проверили. Человека с такими данными в Беларуси не существует. Зато такое же имя и отчество имеет покровитель Анны Виктор Шейман. По информации некоторых источников, подобная ситуация произошла и с прежней любовницей Шеймана Еленой Савченко, которая в 2002 году родила сына, дав ему свою фамилию, а отцом указала выдуманную личность, тезку Шеймана, Савченко Виктора Владимировича. В том же году Виктор Шейман развелся с супругой Еленой. Совпадение это или нет? И как там теперь правильно именовать Виктора Владимировича? Шейман, Савченко или Пушкарев? Решайте сами. То касается другой совладельницы Гардсервиса, Анны Хмелевской, то, как установил Альянс Расследователей в Беларуси, это супруга племянника бывшей жены Виктора Шеймана, Елены Шеймана. Супруга племянника бывшей жены. Как все закручено. Теперь о Викторе Шеймане. На этих исторических кадрах августа 1991 года мы видим его выступающего на белорусской мове перед запрещенным лукашистами гербом погоня. В те времена Шейману были близки демократические взгляды. Подректовали основные принципы, положения военной интенсивной республики Беларусь. Эта военная бригада распространяла на расширного здания депутатам. Он был в числе лидеров белорусского сгуртования войсковцем и даже работал в нем замом подполковника Николая Статкевича. Уроженец Гродненской области, прошел войну в Афганистане и служил в воздушно-десантной бригаде в Бресте. В 1990 году он стал депутатом Верховного Совета БСССР и сблизился с Лукашенко, что определило его дальнейшую карьеру. Именно после знакомства с будущим диктатором все резко изменилось, и Виктор Шейман превратился в одного из организаторов политических репрессий. В ходе первых выборов президента Беларуси в 1994 году Шейман отвечал за личную безопасность Лукашенко. Помните историю с фейковым обстрелом автомобиля, в котором перемещался усатый кандидат? Так вот, именно Шейман считается его организатором. Информация о покушении, широко распространенная СМИ, прибавила симпатий наивных избирателей, что повлияло на исход голосования. Впоследствии правоохранительные структуры установили, что обстрел автомобиля был инсценировкой. Сразу после президентских выборов Лукашенко назначил Шеймана государственным секретарем Совета Безопасности. Тот за два года из майора превратился в генерал-майора. В 2000-м без юридического образования Шейман становится генеральным прокурором. Разве такое возможно в нормальном государстве? Далее он сменил несколько должностей. Был главой администрации Лукашенко, затем вновь госсекретарем Совета Безопасности, а потом помощником диктатора по особым поручениям. Представьте, есть люди по особым поручениям. С 2013 по 2021 годы являлся управляющим делами Лукашенко, главой огромной бизнес-империи. И это имеет прямую связь с нашим расследованием о ГАРД-сервис. В настоящий момент Шейман занимает таинственную должность спецпосланника-узурпатора по вопросам сотрудничества со странами Африки. Вies! Грnels из Пеппо! Уйдет в прямом. Но это неật留言. Такое утро. А сейчас вам станет понятно, почему так много внимания Мы уделили личности Шеймана С августа 2020 года единственным учредителем Гардсервис Стал гражданин Александр Метла Руководитель фонда память Афгана, директор линии Сталин По нашей информации, Александр Метла является единственным В ком Шейман настолько уверен, что доверил ему военизированную организацию, владеющую оружием Ведь именно Метла, согласно уставу Гардсервис Является единственным участником данного ООО И соответственно, единолично должен принимать наиболее значимые решения Но давайте называть вещи своими именами Гардсервис, только де юре является фирмой Метлы Де факто она аффилирована с управделами диктатора Фирмами Шеймана подчинена и прямо под отчет на последнем Почему мы так решили? Давайте разберемся 4 августа 2020 года, когда страна бурлила в преддверии президентских выборов Лукашенко подписал распоряжение номер 153 Естественно, с грифом ДСП для служебного пользования Что означает, гражданам Беларуси о нем знать не следует А мы расскажем В соответствии с этим распоряжением диктатор обязал государственную организацию БФСО Динамо Передать по договору спонсорской помощи собственность частной организации Гардсервис, недвижимое имущество 4 здания по улице Карбата в городе Минске У этих зданий есть пару интересных моментов Они являлись центром обучения специалистов в области безопасности В том числе иностранцев, граждан африканских, азиатских и латиноамериканских государств За счет государственных средств в центре подготовки начали масштабную реконструкцию А потом вдруг Лукашенко решил отдать его в частные руки Интересно, не правда ли? Ровно через месяц, 4 сентября, между Динамо и Гардсервис Который к тому времени уже был переоформлен на метлу Был подписан акт приема передачи В соответствии с которым Гардсервис приняла в собственность 4 здания по улице Карбата Дома номер 76, 81, 85 и 85 корпус 1 Два первых здания ценности не представляли и находились в аварийном состоянии Зато общая стоимость двух других, с учетом уже выполненных ремонтных работ, составила свыше 1 миллиона 300 тысяч долларов Ничего себе подарок от диктатора частной фирме Надеемся теперь представителям так называемых силовых структур стало понятно Куда на самом деле идут их членские взносы, собираемые якобы на содержание Динамо Поздравляем! Вас здорово продинамили! Кроме того, вместе с указанными зданиями Гардсервис получила право постоянного пользования земельными участками, на которых эти объекты находятся На фото, которое вы видите на своих экранах, земельные участки, полученные Гардсервис, выделены оранжевым цветом Общая площадь участков 4,69 гектар Синим же цветом выделены участки общей площадью 1,68 гектар Созданиями, оставшимися на тот момент в собственности Динамо Обратите внимание на эти участки О них мы поговорим чуточку позже Расследуя деятельность Гардсервис, мы получили ряд важных документов Доказывающих вовлеченность в формирование материальной базы Гардсервис Как преступного режима в целом, так и лично Шеймана, на тот момент еще управляющего делами диктатора Для тех, кто может считать следующую информацию не особенно захватывающей, пожалуйста, обратите на нее внимание И помните, что все это было сделано на ваши налоги Перед нами докладная записка, составленная заместителем директора Гардсервис, Владимиром Орехом В ней прямым текстом, черным по белому написано Что Гардсервис выполняет поручение Шеймана по отводу земельных участков БФСО Динамо О которых мы только что рассказали, собственность Гардсервис В этом же документе Орех просит Шеймана согласовать расходование неполных 35 тысяч рублей На проектные и строительно-монтажные работы Очередная докладная записка на имя Шеймана По вопросам строительства спортивного городка на территории Гардсервис Или вот докладная записка, в которой зам директора Гардсервис просит у управделами диктатора Разрешить произвести оплату предприятиям, входящим в систему управделами диктатора По сути, это просьба разрешить переложить деньги из одного кармана в другой В демонстрируемом документе интересен каждый абзац Но мы заострим ваше внимание на одном моменте Форму Гардсервис заказывает в ИК номер 4 города Гомеля Колонии, где руками, в том числе политзаключенных, шьют форму для силовых ведомств Указанное обстоятельство также доказывает связь частной фирмы Гардсервис с режимом нелегитимного диктатора Такими докладными записками Гардсервис регулярно отчитывался и отчитывается перед Шейманом по многим даже незначительным вопросам И если вы думаете, что такой вид отчетов прекратился после отставки в июне 21 года Шеймана с поста управделами То вы глубоко ошибаетесь Докладные как писались, так и пишутся Единственное, что в них изменилось, исчезла ссылка на должность Шеймана Вот вам наглядный пример Отметим также, что разработка проектной документации, реконструкция и ремонт зданий, вплоть до мелочей Производилась организациями, входящими в структуру управделами диктатора Наверное, ни для кого не станет новостью, что все работы выполнялись по минимальным ценам С применением всех возможных понижающих коэффициентов Мебель гардсервису, естественно, досталась бесплатно из фондов главного хозяйственного управления управделами диктатора Да, да, это дебилизм таких должностей Потому что у них главное хозяйственное управление, управление делами президента Вот такой он бизнес у хунты, давно уже перепутавший личные карманы с государственными Не будет здесь коррупции, пока я президент А вырубку кустарников, покос травы, уборка территории и другие хозяйственные работы Как обычно, легли на плечи военнослужащих срочной службы Срочники косят траву в частной организации Это же бардак полный А как же военная подготовка и сильнейшая там армия мира Вход строительно-монтажных и иных работ, а также наполнение материальной базы Частной фирмы гардсервис происходило под жестким контролем управделами диктатора И регулярно выносилось на обсуждение при первом заместителе и доверенном лице Шеймана Селиванове Николая Ивановича, занимавшем должность до 19 сентября 2022 года Не вдаваясь в подробности биографии гражданина Селиванова, отметим Что последний является выходцем из вооруженных сил Имеет звание полковника запаса До назначения в феврале 2013 года на должность первого заместителя управделами диктатора Занимал должность начальника главного управления строительства И эксплуатации вооруженных сил Республики Беларусь Простыми словами, был главным строителем в белорусской армии Таким образом, контролируя вопросы строительства и наполнения материальной базой гардсервиса Работал по своему основному профилю Как мы уже подчеркнули, контроль в указанных вопросах был тотальным В мелочах, доходившем до абсурда И как заведено у лукашистов, куда же без составления протоколов совещаний Вот первый заместитель управделами диктатора Селиванов поручает обеспечить обрезку деревьев Вот восстановить бордюрный камень и посеять траву Вот укомплектовать помещение контроля пропускного пункта топчанами, как в армии Мы нарочно обращаем ваше внимание на такие мелочи Чтобы показать, насколько гардсервис зависимая от режима организации Сейчас же будет одна из самых интересных частей расследования Мы знаем о гардсервисе практически все И вот вам доказательства На момент подготовки расследования штатная численность гардсервис составляла 64 единицы Администрация – 9 человек Административно-хозяйственная часть – 8 человек Отдел технических средств и систем охраны Связи и средств телекоммуникации – 5 человек Отдел управления и реагирования – 1 человек Отдел охранной деятельности – 36 человек В данный период на вооружении гардсервис находится 34 служебных пистолета МР-71 Байкал Два пистолета ГЛОК-17 Три пистолета Макарова Три автомата АКС-74У Четыре гладкоствольных карабина И один карабин с нарезным стволом Еще в структуре гардсервис есть филиал Под названием Центр повышения квалификации Руководящих работников и специалистов На данный момент это 5 сотрудников, а также несколько лиц, с которыми заключены договоры подряда на проведение лекций По сути, в настоящее время Центр не жизнеспособен С момента получения лицензии на право осуществления образовательной деятельности в апреле 2021 года Единичные курсы для Мозырского НПЗ и концерна Беллес Бумпром По теме действия сотрудников в условиях террористической угрозы Львиная доля данных курсов, естественно, устаревшая теория Также курсантам дали подержать пистолет и показали радиоэлектронное ружье «Гроза» Чтобы вы понимали уровень, подаваемый слушателям информации А соответственно и уровень подготовки При составлении учебной программы в части огневой подготовки использовано следующее издание Наставление по стрелковому делу Основы стрельбы из стрелкового оружия Военного издательства СССР Как вы думаете, какова стоимость таких курсов? 1841 рубль и 24 копейки с человека Как по мне, это немного дороговато, когда тебе просто дадут подержать пистолет и прочитать книжку в времен СССР Но слушателей, как мы уже говорили, можно пересчитать по пальцам На этом Гардсервис явно не заработал В мае 2023 года на базе Гардсервис были проведены еще одни обучающие курсы На этот раз для 21 гостя из Зимбабве Главой делегации был некто Осборн Чингандул В документах ООН за 2015 год, находящийся в открытом доступе В списке правительственной делегации мы нашли упоминание о нем Как о должностном лице правительства Зимбабве Но вернемся к внутреннему устройству Гардсервиса Подчеркнем, что директора как такового в Гардсервисе нет И не было с момента начала деятельности Обязанности директора на данный момент исполняет заместитель директора Кулакевич Александр Иванович Имеет звание полковника запаса Гардсервис курирует основное направление То есть охранную деятельность Оклад 4150 рублей 39 копеек Есть еще один заместитель Орех Владимир Михайлович Также в прошлом военный Занимал должность заместителя Командующего войсками по тылу Западного оперативного командования Имеет звание полковника запаса Оклад 4150 рублей 39 копеек Заместитель директора по юридической деятельности Арнаут А до недавнего времени Герасимович Светлана Михайловна Бывшая адвокат Специализировалась на делах о таможенных правонарушениях Консультировала многие транспортные компании Однако 5 июня 2020 года Лишена лицензии на осуществление адвокатской деятельности За совершение проступка Несовместимого со званием адвоката Ее оклад в городсервис составляет 2760 рублей 82 копейки Вроде бы маловато в сравнении с другими заместителями Но, учитывая ежемесячные выплаты в размере 1200 рублей За якобы арендуемый городсервисом ее личный автомобиль Который она сама же и использует Все становится понятным Очень даже неплохо Мы поначалу не могли понять Как такая с виду милая и интеллигентная дама Попала в такую сомнительную компанию Но кое-какие сведения О, скажем так, близкой дружбе с нужным человеком До нас дошли И все стало на свои места Но, как говорится, свечку не держали Рассказывать не будем А вот, что мужем Светланы Михайловны Является каратель из спецподразделения Альфа Так называемого КГБ Арнаут Денис Валерьевич Мы сообщить вам можем Начальник контрольно-ревизионного отдела В котором отсутствуют подчиненные И числятся только начальник Он же сын номинального учредителя Гардсервис Метла Михаил Александрович Индивидуальный предприниматель И счастливый обладатель здания Площадью практически в 2000 квадратных метров По адресу город Минск, улица Карвата, 88 Неподалеку от объектов Гардсервис В самом же Гардсервисе Наряду с Орехом и Кулакевичем Получает самую высокую зарплату А клад 4150 рублей 39 копеек Интересно же почему? Обычные стрелки, которых в Гардсервисе 11 человек Получают заработную плату гораздо скромнее 1162 рубля 80 копеек Немногим более зарабатывают старшие стрелки Которых в фирме работает 16 человек Их заработная плата составляет 1395 рублей 37 копеек Однако существует в Гардсервисе и своя так называемая элита Специальный отдел охраны физических лиц Это 4 инспектора военизированной охраны С зарплатой в 2325 рублей 59 копеек И 1 старший инспектор военизированной охраны С зарплатой в 2558 рублей 15 копеек Напомню, указанной информацией обладает сверхограниченный круг лиц Однако мы вас познакомим Старший инспектор Васильев Вячеслав Олегович Соколов Олег Юрьевич Бондаренко Станислав Олегович Подолинский Владимир Александрович Тишкевич Владимир Геннадьевич Почему мы отдельно остановились Именно на сотрудниках специального отдела охраны физических лиц? Все очень-очень просто Нам известен как минимум один клиент Который пользуется услугой охраны физических лиц И это не кто иной, как главный бенефициар деятельности Гардсервис Вышеупомянутый Шейман Виктор Владимирович От имени Шеймана в ноябре 2021 года было заключено два договора Один на личную охрану его тела Второй на охрану имущества Подсчитав сумму, которую Шейман внес в кассу Гардсервиса По этим договорам мы, мягко говоря, удивились В период с ноября 2021 года по сентябрь 2023 гражданин Шейман Израсходовал на охрану себя и своего имущества Более 1 миллиона 33 тысяч белорусских рублей То есть примерно 45 тысяч рублей ежемесячно Для сравнения, это заработная плата обычного белоруса за 2-3 года Был белорусы! А откуда такие деньги у Шеймана, который всю свою жизнь работал на государственной службе? Учтены ли они в налоговой декларации? Виктор Шейман это скрывает Поэтому в наш век цифровых технологий он не пользуется безналичными переводами Со своего банковского счета Деньги за охрану Шеймана вносятся на счет Гардсервис наличкой И делает это не он сам, а главный бухгалтер этой же фирмы Цибулька Инна Витальевна А иногда замдиректора, уже известный нам Орех Владимир Михайлович Конечно, зная все эти грехи, совершенные за время служения диктатору В ожидании справедливого возмездия заплатишь и не такие деньги, чтобы уменьшить риски Вот и мы со своей стороны добавим очередную фобию в копилку серого кардинала режима Ведь телохранители тоже люди И деньги любят не меньше, чем охраняемое ими лицо Правда, запросы у них посхромнее И кто знает, на какой гонорар за выдачу своего патрона они согласятся А может, кто-то из них уже с нами на связи Так что, гражданин Шейман, коротая вечера в своем скромном особнячке Площадью 547 квадратных метров в деревне Подлипки Пуховичского района Не особо расслабляйтесь Всякое случается С охраной Шеймана разобрались Его пока оставим в покое И перейдем к следующему из немногочисленных клиентов Гардсервиса Алексей Алексин Прикорытный бизнесмен, пользующийся для ведения бизнеса беспрецедентными преференциями Кошелек диктатора, находящийся под международными санкциями За финансирование режима Заслуживший народную любовь за повсеместное размещение киосков с табачной продукцией Табакерка Имение не менее пяти объектов недвижимости в Минске и Минской области Оформленных на свое имя Заключил договор на охрану наиболее часто посещаемого объекта С пафосным названием Семейная усадьба, родовое гнездо Огромный комплекс Выстроенный на участке площадью порядка четырех гектар Вот так участок выглядит на кадастровой карте А вот соседние участки Вот этот с причалом И вот этот с тиром и прудом Оформлены на фирму Энергоойл Владельцем которой является Алексин Этой же фирме, Алексина, принадлежит и участок с базой отдыха Сябры Расположенный через дорогу Но вернемся к охране родового гнезда Территория участка обнесена забором высотой 2,7 метра Доступ на участок возможен через три калитки и въездные ворота По периметру участка на заборе установлены 24 камеры системы видеонаблюдения Вы, наверное, уже обратили внимание на число 100 И задаетесь вопросом, что же это значит Поясняем 100 – это число базовых величин штрафа Которые, в соответствии с договорными обязательствами Фирма Гардсервис обязана выплатить Алексину За каждый ставший известный факт О его усадьбе, автомобилях, родственниках и лицах Имеющих допуск на территорию усадьбы Беспрепятственный доступ на территорию объекта Имеют члены семьи Алексина Некоторые дальние родственники, помощники и водители Нам удалось установить личности 17 человек Не считая двух малолетних внуков Алексина Право въезда на территорию объекта Имеют 24 автомобиля Принадлежащих Алексину Членам его семьи и обслуги Теперь подсчитайте Сколько Гардсервис задолжал Алексину По результатам нашего расследования Как можно заметить Большинство автомобилей Оформлены на принадлежащие Алексину фирмы Также в глаза бросается то, что регистрационные знаки Большинства автомобилей содержат комбинацию 307 Что это? Вера в нумерологию или несбывшаяся мечта стать Агентом 007? В охране имущества Алексина Посменно задействованы 8 стрелков Гардсервис Что интересно, с каждым из этих стрелков Естественно, не без ведома руководства Гардсервис Алексин заключил отдельные договоры на оказание услуг По, цитата Кошению уборки озелененной территории От листьев, скошенной травы и мусора Комплексной уборке территории А в зимний период по уборке от снега За указанную услугу Алексин дополнительно платит охранникам 854 рубля Немногим меньше, чем основная зарплата в Гардсервис То есть, наряду с основными обязанностями Охранники косят траву и метут тротуары Размер платы за охрану, которую Алексин ежемесячно Перечисляет на расчетный счет Гардсервиса 9016 долларов США Сумма немаленькая Однако, до Шеймана в этом плане Алексину еще, ооо, далеко Что интересно, эти деньги также вносятся наличкой Через доверенное лицо Алексина Татарицкого Павла Викторовича Вообще, наведя справки о клиентах Гардсервиса Можем утверждать, что их меньше десяти А платежи не покрывают затрат этой охранной фирмы То есть, Гардсервис работает в убыток И это несмотря на, так сказать, господдержку Для того, чтобы решить проблему Шейман и компания придумали схему Которой позавидовал бы сам Остап Бендер Помните, в первой половине расследования Мы показывали вам участки со зданиями Которые Гардсервис получил от Динамо Согласно секретному распоряжению диктатора Напомним, они были выделены оранжевым цветом Синим же цветом выделены участки Оставшиеся за БФСО Динамо Расположены они по адресу Город Минск, улица Корвата, 83 Одно из расположенных на динамовских участках зданий Здание старой столовой Которую уже длительное время арендует частная фирма Арендная плата составляет десятки тысяч рублей Которая исправно поступает на счета госорганизации Догадываетесь, что произошло дальше? Конечно же, здание вместе с участками отжал Шеймановский Гардсервис На бумаге это выглядит так 2 июня 2021 года Зам директора Гардсервис Орех Пишет в Динамо письмо Мол, ребята, а не хотите ли вы нам бесплатно Еще два здания отдать? Динамовцы хорошо подумали и такие Действительно, а зачем нам два здания в Минске Которые еще и прибыль приносят от аренды? Нужно от них срочно избавляться В тот же день, 2 июня 2021 года Формально оформляется решение Единственного участника Гардсервис Метлы Уполномочить зам директора Гардсервиса Ореха На принятие имущества Фактически вопрос передачи имущества Был решен мгновенно Потому что уже 9 июня 2021 года Через неделю после направления просьбы О передаче имущества Орех приказывал Динамо убрать мусор И стройматериалы с передаваемых участков А дальше по накатанной схеме Договоры, протоколы, акты приема передачи Оформление в БТИ И в конце июля Гардсервис становится Обладателем двух зданий по адресу Город Минск, улица Корвата 83 Деньги от аренды с этого момента Естественно, стали поступать на счета Гардсервис Как вам такая схема? Товарищи менты, пожарные и прочие КГБшники Вас опять продинамили Думаете, Шейман и компания задумали такую схему Ради ежемесячной аренды всего лишь в 20-30 тысяч белорусских рублей? Как бы не так, мы уже говорили Что Остап Бендер позавидовал бы полету мыслей лукашистов А теперь, как говорится, следите за руками Оказалось, что два здания, расположенных в Минске По улице Корвата 83 Выводились из собственности Динамо И переводились в собственность Гардсервиса С одной единственной целью Чтобы выгодно продать эти два здания В руки какого-нибудь прикорытного бизнесмена Который их снесет, на их месте построит типовые панельки И поделится прибылью В начале ноября 2021 года Уже упоминавшийся нами первый заместитель управ делами диктатора Селиванов Собрал совещание с представителями госорганизаций В целях рассмотрения вопроса По возможной реализации проекта Многоквартирной жилой застройки территорий Гардсервис По улице Корвата 83 в городе Минске А уже 23 ноября 2021 года Гардсервис получил заключение оценки зданий Стоимость которых составила 1 миллион 420 тысяч рублей С этого момента началась рутинная подготовка Установление границ участков Получение разрешения Мингрусполкома на право постоянного пользования И так далее Параллельно под патронатом Селиванова Подыскивалась организация Готовая за огромный откат Выкупить здания и построить на их месте многоэтажные дома Процесс этот длительный Тем более что для потенциального застройщика Необходимо выпросить у диктатора Супер льготные условия на возведение зданий Чтобы проект принес максимальнейшую прибыль Не будем ходить вокруг да около До недавнего момента Наиболее вероятным застройщиком для реализации проекта Являлась одна из фирм, входящая в группу компаний ТАПАС Приближенного к Лукашенко бизнесмена-хоккеиста Павла Белого Однако, недавнее задержание и возбуждение в отношении него уголовного дела Может существенно изменить планы прикорытников И поставить крест на сделки В любом случае, чтобы вы понимали размах запросов Гардсервиса Продемонстрируем вам фрагмент одного документа Доступ к которому имеет крайне ограниченный круг лиц Даже если застройщика поменяют Размер отката для Гардсервиса останется прежним Потому как цель проекта срубить бабла Цитирую Для получения дополнительного источника финансирования На развитие материально-технической базы Обществом, то есть Гардсервис Во взаимодействии с ТАПАС И комитетом архитектуры и строительства Минского горосполкома Выработано предложение по застройке земельного участка Двумя жилыми домами с переменной этажностью От 13 до 17 этажей Со встроенным паркингом Согласно коммерческому предложению ТАПАС Доля материальной помощи обществу Естественно Гардсервис В размере 50% от всей чистой прибыли проекта По коммерческой застройке жилья Составит около 4,4 миллиона долларов США Кроме того, потенциальный застройщик выплачивает в пользу общества Естественно, то есть Гардсервиса Компенсацию за снос зданий в размере свыше 1 миллиона 100 тысяч долларов США Вот вам и схема прикорытного бизнеса Бесплатно отжать имущество у госорганизации Продать задорого и получить откат В виде так полюбившейся лукашистов спонсорской помощи Профит в 5,5 миллионов долларов на ровном месте Неизвестно, каким будет содержание Очередного секретного указа диктатора в отношении Гардсервис Мы продолжим за этим наблюдать Наше расследование не было бы проведено без вашей помощи Если для вас это безопасно, вы можете поддержать нас материально Мы же со своей стороны продолжим наносить удары по режиму Лукашенко Подписывайтесь на наши каналы, будет очень интересно Жыве Беларусь! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...